Что ж, спасибо, Ирина. Как всегда, интересная и полезная информация о моде. А вот теперь мы переходим к другой совершенно информации, о которой хочется говорить с гордостью. Да, с гордостью, потому что сейчас речь пойдет о молодежи. Мы очень часто критикуем молодежь, что вот пришло время гордиться имени, тем более у нас есть в нашей республике, за пределами наши сограждане, которые живут, может быть, далеко, но прославляют нашу республику, как в нашей республике, так и за ее пределами. Речь пойдет о уже втором по счету награждении супергероев. Это специальная акция, которая способствует для того, чтобы вы знакомились с этими молодыми людьми, чем они занимаются и чем представляют нашу республику. Акция состоится 27 мая, а сегодня у нас в гостях президент молодежно-общественной организации и молодежный центр «Ай и Янг» Артем Курсек, который и расскажет об этой традиции уже. Это второй по счету награждение. Давайте мы начнем с самого начала. Как вы решили, почему вы решили? Такую премию создать. Доброе утро. Мы вместе с нашими коллегами год назад рассуждали о проблемах молодежи. Тогда мы выяснили, что одна из самых серьезных проблем – это то, что наша молодежь уезжает за границу. Насовсем, можно сказать. Мы себе задали вопрос, почему. Мы выяснили, что у них есть другие прецеденты, других молодых людей, которые уехали отсюда, может быть, потому что у них была плохая финансовая ситуация. Или из-за других проблем. Они уехали и за 2-3 года за границей поставили свою жизнь на ноги. Реализовались. Да. Теперь мы подумали, что у нас же тоже есть хорошие примеры в Молдове, которые не уехали и остались здесь, в нашей стране. И сами тоже за короткий срок, 2-3 года поставили и реализовались. Мы придумали этот проект, чтобы найти этих молодых людей и показать ему всей стране. Чтобы все узнали о хороших историях, которые не уехали за границей и остались на нас дома. И своими силами добились успеха. Чтобы они служили примером для других молодежи. Вот это весь концепт проекта. Именно у него социальная есть сторона, которая стремится к тому, чтобы наши молодые люди, которые начинали искать себе работу, чтобы задумались, чтобы у них было два варианта. Или уехать, как другие за границу, или как другие ребята остались дома и добились успеха. Не так думать, как многие сейчас представители молодежи, о том, что добиться успеха можно там только. Добиться успеха можно и здесь. Можно, наверное, рассказать нашим телезрителям о номинациях, потому что у вас достаточно много категорий, в которых вы находите людей, проявивших себя. Да. В прошлом году у нас было 14 номинаций, в этом году уже 20. Среди номинаций есть музыка, танцы, литература, бизнес и так далее. Их 20 номинаций, все разные. Мы очень сильно надеемся, что в этом году мы уже удовлетворили больше народу, потому что в прошлом году нас критиковали за то, что, а почему у нас нет медицины? А почему нет... Значит, что было 14 номинаций, это было мало, да? Да, да, да. И мы в этом году поставили 20. В прошлом году, вообще, в принципе, и в этом году, как вы отбираете молодых людей? По каким критериям они удоставятся для того, чтобы попасть в этот список лучше? Во-первых, у нас есть два этапа. Первый этап – это наш сайт superheroesmoldova.com. Мы заходим на этот сайт и предлагаем героя. Допустим, я предлагаю вас как супергероя для меня. Я сам себя предложить не могу, да? Вы можете, но идея проекта в том, что кто-то предлагает, потому что супергерои не могут сами себя назвать супергероями. Должны, чтобы народ их так назвал. Допустим, я вас предлагаю в номинации «Журналист». Я говорю, что вы успешный журналист, остались в стране, после успеха вы ведете отличную передачу. Почему бы и другим ребятам не выучиться на журналисты и стать таким же? Второй этап – это уже комиссия. Комиссия – это специалисты в этом направлении, которые собираются после отбора всех участников и выбирают трех лучших из этих. После этого, опять же, эта комиссия садится только по этим трем и выбирает одного. Приглашены все трое, конечно же, потому что участвовать в проекте – это уже хорошо. Выйти в первые три места – это еще лучше. И, конечно, получить награду – это уже обязательство на целый год, что ты должен дальше заниматься этим же. То есть вся тайна раскрывается непосредственно в этот день, когда проходит само мероприятие. То есть все три номинанта не знают, кто будет победителем. Вот это да. Интрига. Прямо острый получается. Да, да, да. И вот так происходит. Как складывается вообще судьба ребят, которые уже в прошлом году были номинированы? Вы наверняка за ними следите. Чем они сейчас занимаются? Допустим, у нас был очень хороший мальчик, есть Илья Штифырца. Он прошел в прошлом году маратон, который проходил в Кишиневе на инвалидной коляске. Он выиграл номинацию по продвижению здорового образа жизни. Мы думаем, что это очень хороший пример для других, как надо заниматься правильно спортом. Мальчик как бы где-то не умеет, не может как все, но он все равно старается. И он прошел весь маратон. Силой воли. Да, с силой воли. И он в конце, его ладони были в крови от коляски. Что случилось после номинации? Илья пошел в Румынию, в Украину, в Молдову. И он опять участвует в этих маратонах. И он уже, как бы его все знают, то, что он участвует в маратонах. Другой мальчик из Яловень, Костерть, село. Он выиграл Артепасича. Запретительное искусство, да? Да, да, да. Он разрисовал в своем городе остановки для автобусов в традиционный стиль. Мы, кажется, даже знаем, о ком речь. Мы точно говорили в программе об этом человеке. Вот Алексей после этого, у него много разных проектов тоже там. И он уже хочет разрисовать какие-то здания, у него новые идеи. Он сейчас ищет средства для этого. И мы, конечно же, помогаем ему, продвигаем его дальше. И очень много других ребят, которые тоже дальше продолжают свой путь именно в этом направлении. А знаете, что интересно, есть ли какое-то, ну, то есть возрастное ограничение должно же быть? Да, каждый номинант должен иметь какие-то пункты, чтобы смог... То есть что это за критерии, да? Да, есть критерии. Первый критерий – это возраст. Он должен быть молодым. Наши государства говорят, что возраст для молодых – это 16 и 35 лет. Мы так же поставили. Потом он должен пользоваться успехом. У него должен быть успех в этом направлении, в котором он развивается. Это еще один критерий. Следующий критерий – он должен быть социально активен, иметь и волонтерскую часть в своем направлении. И, конечно же, он должен развивать свою деятельность на территории Республики Молдова. Артем, уже осталось совсем недолго времени для второго уже по счету уголоконцерта. Он состоит за 27 мая. Могут ли еще участники подавать свои заявки, либо прием всех заявок уже закончен, и вы сейчас выбираете лучше? Да, к сожалению, уже прием заявок закончен. Он был 21 мая. Сейчас уже отбираются лучшие из лучших. Но мы стремимся, чтобы все люди смотрели на наши мероприятия, потому что судьи мероприятия не заключаются только в том, что ребята выигрывают. Но и чтобы мы увидели этих ребят и познакомились с ними, и уже их истории, чтобы ребята уже могли рассказать их другим ребятам, чтобы брали пример с них. И начинали уже как-то, может, даже совместно работать, потому что они всегда открыты к новым работам. На номинации стало больше, а вот самих участников стало ли больше по сравнению с прошлым годом? Претендентов, да? Как бы мы говорили, лучших уже выбрали, но есть ли еще, так скажем, почва для роста? Да, очень хороший вопрос. Я очень рад, что вы его задали, потому что в первом году у нас всего на все 14 номинаций было чуть больше 300 заявок всего. Это достаточно мало для такого важного мероприятия в нашей стране. К нашему уже успеху получается в этом году у нас первые три дня, когда мы начали собрать заявки, более 150 заявок пришли в первые три дня. Мы это отбирали три недели. Если мы сейчас зайдем и посмотрим уже, я уверен, что это зашкаливает до после тысячи уже заявок. То есть в несколько раз увеличилось количество поступлений в заявок. Ну это значит, говорит о том, насколько важно это мероприятие, значимое для нашей страны. Спасибо огромное, что пришли сегодня утром к нам в студию. Вам, конечно, успешного мероприятия 27-го. И желаем, чтобы это было второе и далеко-далеко не последнее мероприятие о героях, которые есть у нас в Молдове. Ну а теперь о веснушках поговорим, которые тоже есть у некоторых из нас. Нина Смирнова все узнала об этой такой пикантной точечке нашего лица.